Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать достаточно универсальный узорчик. Это ажурные ромбики на лицевой глади. Почему я его называю универсальным? Потому что он отлично ложится как при вязании летних топов из хлопка, так и, скажем так, более легких воздушных вещей, таких как шаль, палантин. Мне очень нравится, как этот узор садится при комбинировании, скажем, просто с обычной лицевой глади на различных свитерочках, пуловерах, жакетах, кардиганах. Он является очень простым выполнением и в то же время достаточно аккуратным на внешний вид. Причем как в комбинировании с каким-то другим узором, так и как самостоятельный узор. Вы же кто, что вязал из данного узора, обязательно напишите в комментариях, предлагайте свои варианты. Возможно, мы что-то с данного узора в дальнейшем свяжем. Вот, конечно же, не забудьте лайкнуть и давайте свяжем вместе с вами. Для начала вязания наберите число петель кратное 10, то есть, чтобы делилось на 10, плюс 2 петли кромочные, плюс 1 для симметрии узора. И начинаем вязать первый ряд. Кромочную петлю я снимаю. Далее провязываем 1 лицевая, накид, 2 вместе 1 лицевой с наклоном влево. Заводим за задние полупетельки 2 петли, провязываем вместе 1 лицевой. Таким образом у нас получилось убавление с наклоном влево. Далее провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь нам нужно сделать убавление с наклоном в правую сторону. Заводим за вторую полупетельку и вяжем за ближайшие полупетли 2 вместе 1 лицевой. Далее делаем накид и наш раппорт узора заканчивается. Повторяем 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Заводим за дальние полупетельки, провязываем 2 вместе 1 лицевой. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном в правую сторону. Заводим за ближайшие полупетельки 2 вместе 1 лицевой. Провязываем. Далее делаем накид и второй раппорт наш закончен. 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево за дальние полупетельки, провязываем вместе 1 лицевой. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном в правую сторону. Заводим за вторую полупетельку и провязываем вместе за ближайшие полупетли 1 лицевой. Петля симметрии у нас лицевая, перед ней делаем накид. Кромочная петля у меня изнаночная. Вот так мы связали 3 раппорта узора и петля симметрии. Далее разворачиваем на изнаночный ряд, изнаночный ряд и все последующие четные ряды будем вязать абсолютно одинаково. Кромочную петлю снимаем и далее все петельки провязываем изнаночными. Над накидами мы также провязываем изнаночную петлю, таким образом, чтобы у нас получалась вот такая дырочка. То есть петли мы не скрещиваем, а просто вяжем самым обычным способом изнаночные петельки. Я вяжу бабушкиным способом, кто вяжет классическим. Обратите внимание, чтобы накиды у вас не были перекрещены. Вот таким вот образом. Третий ряд. Кромочную петлю снимаем, далее вяжем 2 лицевые петли. 1, 2. Делаем накид и 2 петли нам нужно провязать с наклоном в левую сторону. Заводим за дальние полупетельки, 2 вместе провязываем 1 лицевой петлей. Далее провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. И нам нужно сделать убавление с наклоном в правую сторону. Для этого я буду поворачивать 2 полупетельки дальние вперед. Вот так вот. И провязывать теперь уже за передние полупетли вместе 1 лицевой. В отличие от первого ряда, там где у нас была наборочная косичка, там нам просто нужно было поворачивать наклон вправо, как у нас лежали петельки. Здесь я буду поворачивать наклон вправо провязывание каждый раз. Итак, сделали наклон вправо, далее мы делаем 1 накид и провязываем лицевую петлю. Так мы первый раппорт закончили. Повторяем. 2 лицевые. Делаем накид. Наклон влево. Для этого заводим за дальние полупетельки, провязываем вместе 1 лицевой петлей. Далее 3 лицевые. 1, 2, 3. И делаем убавление с наклоном вправо. Наклон вправо мы поворачиваем дальние полупетельки вперед и провязываем за ближайшие полупетельки вместе 1 лицевой. Далее делаем 1 накид и провязываем лицевую. Так мы с вами связали второй раппорт узора. Повторяем. 2 лицевые. Делаем накид. 2 вместе с наклоном в левую сторону заводим за дальние полупетельки, провязываем вместе лицевой. Далее 3 лицевые. 1, 2, 3. И делаем наклон в правую сторону. Поворачиваем дальние полупетельки вперед и провязываем вместе за ближайшие полупетли 1 лицевую. Далее делаем накид. Довязываем лицевую до конца третьего раппорта. Петля симметрии у нас лицевая и кромочная петля изнаночная. Вот таким вот образом у нас должен получиться третий ряд. Четвертый ряд это четный ряд. Соответственно провязываем все петельки изнаночные. Первую кромочную снимаем и далее все петли до конца ряда изнаночные. Пятый ряд. Кромочную петлю снимаем, далее провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Делаем накид, затем убавление с наклоном в левую сторону. Заводим за вторую полупетельку. И вот таким вот образом провязываем 2 вместе 1 лицевой с наклоном влево. Далее у нас идут 1 лицевая и сразу же наклон вправо. Для наклона вправо мы поворачиваем дальние полупетельки вперед. И заводя за вторую полупетлю провязываем вместе 1 лицевой. Сделали наклон вправо, далее делаем 1 накид и довязываем 2 лицевые. Первый раппорт у нас готов. Повторяем. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Накид. Далее делаем убавление с наклоном влево, заводя за дальние полупетельки вместе 1 лицевой. Далее провязываем 1 лицевую и делаем наклон вправо. Поворачиваем дальние полупетельки вперед и провязываем за передние полупетли вместе 1 лицевой. Далее накид и довязываем две лицевые. И повторим третий раз. Три лицевые петли. 1, 2, 3, накид, две вместе с наклоном влево, заводя за дальние полупетли одной лицевой, одна лицевая и наклон вправо. Поворачиваем дальние полупетли вперед и провязываем вместе одной лицевой. Далее делаем накид, две лицевые петли, петля симметрии лицевая и кромочная петля. Седьмой ряд. Кромочную петлю снимаем, далее провязываем четыре лицевые. 1, 2, 3, 4. Далее делаем накид и будем формировать макушечку для нашего ромбика. Для этого у нас есть первый вариант и самый простой. Заводим за дальние полупетли все три петли и провязываем вместе одной лицевой за все петли. Вот таким вот образом. Но тогда у нас получится слишком стянутая макушка и хочется чего-то более аккуратного. Вот для тех, кому хочется более аккуратный, есть такой вариант. Первую и третью петельку мы захватываем и снимаем на правую спицу непровязанными. Центральную петлю мы возвращаем обратно на левую спицу. Вот таким вот образом. Далее первую петлю перекидываем на следующую, то есть вот таким вот образом и спускаем ее с работы полностью. Следующую петлю, оставленную на левой спице, мы провязываем лицевой и на нее перекидываем предыдущую. Вот это второй вариант нашей макушки. Если вам нравится такой вариант, можете оставлять его. Хотите, можете вернуться к первому варианту, то есть как вам удобно. Я скорее буду второй вариант, поэтому делаю накид и точно так же я провязываю. Получается вот таким вот образом. Вот я перекинула наоборот. И вот таким вот образом возвращаю второй вариант макушки. Накид и далее довязываем три лицевые петли. Один, два, три. Вот таким вот образом мы завершили первый раппорт узора. Далее повторяем. Четыре лицевые петли. Один, два, три, четыре. Делаем накид и макушечка. Первую третью петлю мы захватываем за передние полупетельки, снимаем на правую спицу. Центральную петлю мы подхватываем и возвращаем обратно на левую спицу. Вот таким вот образом. Первую перекидываем на следующую петлю, спускаем с работы. Затем центральную петлю провязываем лицевой и на нее перекидываем предыдущую петлю. Вот такая макушка у нас получается. Далее делаем накид и завершаем раппорт тремя лицевыми. Еще раз показываю. Четыре лицевые петли. Один, два, три, четыре. Далее делаем накид. Переснимаем на правую спицу первую и третью петлю. Вот таким вот образом. Подхватываем осторожненько центральную петлю. Хотите, можете переснять первую петлю, затем центральную петлю, затем подхватить третью петлю к первой. Вот таким вот образом. Далее подхватываем, переносим первую петлю на третью. Далее вторую петлю мы провязываем лицевой и на нее перекидываем предыдущую петлю. Вот таким вот образом. У меня немножечко ниточка делится, поэтому немножечко возникли сложности при такой процедуре. Вот. Далее делаем накид, 3 лицевые довязываем до конца рапорта, до конца ряда у нас остается петля симметрии лицевая и кромочная петелечка. Все, мы завершили наши полуромбики. Девятый ряд. Кромочную петлю снимаем, далее провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Далее нам нужно сделать наклон в правую сторону, для этого поворачиваем дальними полупетлями вперед 2 петли, вот таким вот образом. И за передние полупетельки провязываем вместе 1 лицевой, таким образом сделали наклон вправо, далее делаем накид, 1 лицевая, еще раз накид с другой стороны и 2 вместе с наклоном в левую сторону. Заводим за дальние полупетельки 2 петли и провязываем вместе 1 лицевой, далее нам остается довязать всего лишь 2 лицевые. Вот он наш рапорт узора 9 ряда. Повторяем 3 лицевые петли, 1, 2, 3. Далее 2 вместе с наклоном вправо. Поворачиваем дальними полупетельками вперед и провязываем вместе за 2 полупетли передние 1 лицевой петлей. Сделали наклон вправо, далее делаем накид, 1 лицевая, накид и 2 вместе с наклоном влево. За дальние полупетельки заводим и провязываем вместе 1 лицевой. Далее довязываем две лицевые. Это второй раппорт узора. Повторяем. Три лицевые. Один, два, три. Две вместе с наклоном вправо поворачиваем дальними полупетлями вперед. Провязываем вместе одной лицевой. Далее делаем накид, лицевая, накид. Две вместе с наклоном влево за дальние полупетельки. Две петли провязываем лицевой. И довязываем две лицевые. Это третий раппорт. Петля симметрии лицевая и кромочная петля изнаночная. Одиннадцатый ряд. Кромочную снимаем. Далее провязываем две лицевые петли. Далее делаем наклон в правую сторону. Для этого поворачиваем дальние полупетельки вперед. Двух последующих петель. И провязываем за передние полупетли вместе одной лицевой. Сделали наклон вправо. Далее делаем накид и провязываем три лицевые петли. Один, два, три. Позже делаем накид и сразу же наклон в левую сторону. Заводим за две полупетельки дальние и провязываем вместе одной лицевой. Далее довязываем одну лицевую. Так закончился первый раппорт. Повторяем. Две лицевые петли. Далее делаем наклон в правую сторону. Поворачиваем дальние полупетельки вперед. И теперь за них провязываем две вместе одной лицевой. Далее делаем накид и провязываем три лицевые петли. Один, два, три. Накид. Далее сразу же наклон в левую сторону. Заводя за дальние полупетельки вместе одной лицевой. И далее довязываем одну лицевую. Так мы связали второй раппорт. Повторяем. Две лицевые петли. Делаем наклон вправо. Поворачиваем дальние полупетельки вперед. Заводим за них и провязываем лицевую петлю вместе две петельки. Далее делаем накид. Провязываем три лицевые петли. Снова накид. И сразу же убавление с наклоном в левую сторону. Заводя за дальние полупетельки мы провязываем одну лицевую. Далее одна лицевая по рисунку. Петля симметрии лицевая. И кромочная петелька. Тринадцатый ряд. Кромочную снимаем. Далее провязываем одну лицевую. И сразу же делаем наклон в правую сторону. Для этого поворачиваем дальние стеночки вперед и провязываем за передние полупетли вместе одной лицевой. Далее делаем накид и провязываем пять лицевых петель. Один, два, три, четыре, пять. Снова делаем накид и убавление с наклоном в левую сторону. Для этого заводим за дальние полупетельки и провязываем две вместе одной лицевой. Так мы связали первый раппорт. Повторяем. Одна лицевая петля и сразу же делаем наклон в правую сторону. убавление мы делаем с помощью перемещения дальних петелек вперед и провязываем их вместе лицевой петлей далее накид и провязываем 5 лицевых петель 3 4 5 далее делаем накид и убавление с наклоном влево за дальние полу петельки вместе одной лицевой повторяем 1 лицевая наклон в правую сторону поворачиваем дальние петельки вперед и провязываем вместе одной лицевой далее делаем накид и провязываем 5 лицевых петель далее делаем накид и делаем убавление с наклоном в левую сторону заводим за дальние полу петельки и провязываем вместе одной лицевой петлей далее петля симметрии нас лицевая и кромочная петля изнаночная 15 ряд кромочную петлю снимаем и сейчас как раз таки мы должны завершать макушечку вот этого ромба так как у нас здесь нет трех петель и ко всего лишь 2 то я вам предлагаю как и прежде делать наклон в правую сторону с помощью на поворота дальних петелек вперед вот таким вот образом и провязываем вместе одной лицевой петлей вот таким вот образом мы как бы завершили макушечку далее у нас идет накид и 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 делаем накид и раппорт нашего узора завершён теперь у нас здесь три петли есть поэтому мы первую и третью петлю снимаем на правую спицу центральную петельку возвращаем обратно на левую перетягиваем первую на вторую петлю вот таким вот образом далее оставленную петельку провязываем лицевой и на нее перекидываем предыдущую петлю то есть как мы с вами завершали макушечку вот в этом моменте здесь 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 далее повторяем делаем накид и снова провязываем 7 лицевых петель 3 4 5 6 7 сделали накид и второй раппорт у нас завершён далее 1 3 петля переносим центральную петлю подхватываем и возвращаем обратно на спицу вот далее перекидываем первую петлю на вторую вот таким вот образом далее провязываем лицевую петлю над центральной и на нее перекидываем предыдущую петлю вот таким вот образом делаем накид и провязываем 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 делаем накид и далее мы провязываем 2 вместе одной лицевой петлей как бы завершаем макушку вот этого полу ромба и кромочная петля у нас изнаночная то есть чего мы начинали ряд темы закончили убавление и здесь точно также убавление 16 ряд мы провяжем с изнаночной стороны изнаночный ряд это завершающий ряд раппорта в высоту и теперь повторяем все с первого ряда 1 лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 5 лицевых наклон вправо и 1 накид то есть все повторяем как бы полу ромбик вот этот с которого мы начинали переносится наверх здесь здесь и здесь а вот этот полу ромбик который расширяется будет уже находиться у нас вот в этих промежутках и два полу ромбика с одной и с другой стороны будет начинаться я надеюсь что у вас получилось было понятно и понравилось не забудьте лайкнуть спасибо что оставались на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек пока пока